Добрый день, уважаемые студенты! Сегодняшняя тема – аудит цикла реализации и формирования финансовых результатов. Взаимосвязь счетов, цикла реализации, продаж и направления аудиторского контроля. При проверках по циклу реализации и формирования финансовых результатов аудитор изучает информацию, свидетельствующую о прохождении хозяйственных операций через данный цикл. Для реализации и формирования финансовых результатов включают в себя хозяйственные операции, связанные с реализацией готовой продукции, продажей и выбытием основных средств и прочих активов. По результатам этих операций образуется дебиторская задолженность на предприятии и выявляется финансовый результат. Для проверки хозяйственных операций данного цикла аудитор получает доказательства достоверности данных из внутренних и внешних источников. Центром аудита этого цикла является подтверждение дебита и кредита счетов 12.00 краткосрочная дебиторская задолженность, 12.10 краткосрочная дебиторская задолженность. Кредит счетов доход от реализации продукции и оказания услуг проданной продукции. То есть счет 12.10 кредитует счетами 60.10 доход от реализации продукции и оказания услуг, 31.30 налог на добавленную стоимость, 62.10 доходы от выбытия активов, 10.00 денежные средства, 60.20 возврат проданной продукции и 60.30 скидки с цены и продаж. Основные направления аудита цикла реализации финансового результата. Это установление полноты, оприходование готовой продукции, правильности исчисления дохода от реализации и себестоимости реализованной продукции, образование кредиторской задолженности. Источники информации при аудите цикла реализации и формировании финансовых результатов заполняются по следующей форме, то есть номер по порядку, номер формы и наименование формы. Здесь мы видим. Критерии правильности счетов, цикла реализации и финансовых результатов финансовой отчетности. Центром аудита цикла реализации и финансовых результатов финансовой отчетности является подтверждение дебита и кредита счета 12.10 краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков. На данном счете обобщается информация о наличии движений за должности покупателей и заказчиков перед предприятием, отгрузившим продукцию. По дебиту данного счета отражается реализация готовой продукции по договорной стоимости и сумма НДС. По кредиту отражаются операции поступление платежей от покупателей за реализованную продукцию, зачет заранее полученного аванса, аннулирование дебиторской задолженности по возвращенным товарам, НДС по возвращенным товарам, предоставление скидок, списание безнадежных долгов на расходы периода. Основные утверждения, подлежащие проверке в ходе аудита. Основными целями аудита, цикла реализации и формирования финансовых результатов являются утверждение руководства, полнота, точность, наличие, оценка, права и обязательства. Определение данных в соответствующей категории полноты. В учете и отчетности отражены все факты реализации продукции. Обязательства на счетах к получению представляют собой полный объем реальной взысканию задолженности за отгруженную продукцию. Доходы, полученные авансом, отражают все суммы, которые получены до отправки товара. При определении финансового результата учтена себестоимость реализованной продукции и сумма всех затрат, связанных с ее реализацией. Сальдо и обороты по счетам синтетического и аналитического учета совпадают и переносятся из регистров в главную книгу и финансовую отчетность. Определение данных в соответствующей категории. Книга учета счетов-дебиторов математически точна и соответствует главной книге. Счета покупателя выставляются в соответствии с поставленной продукцией по установленным ценам и количеству. В финансовой отчетности отражен финансовый результат, исчисленный на основании фактических данных. Суммы, отраженные в счетах фактурах по НДС, совпадают с суммами, указанными в договорах и счетах. Определение данных в соответствующей категории. То есть это записи в учете произведены на основании оправдательных и первичных документов. Отраженные в учете операции по реализации продукции реально имели место в течение отчетного периода. Дебиторская задолженность покупателей за реализованную продукцию действительно отражена в финансовой отчетности и подтверждена данными инвентаризации. Пятый вопрос. Аудит дебиторской задолженности. Одна из наиболее важных аудиторских процедур подтверждения дебиторской задолженности. Основное назначение этого подтверждения – это достижение цели существования, оценки и точности. Занижение объемов реализации и дебиторской задолженности легче обнаружить при проверках операции для фактических осуществленных, но не прошедших по учету отгрузок и посредствам аналитических процедур. Аудитор просматривает сопутствующие документы, когда покупатели не реагируют на запросы о подтверждении. Проверки дебиторов и кредиторов по сальдо индивидуальных клиентов выполняются путем просмотра сопутствующей документации по отгрузке и получению дохода. Просмотры счетов, отчетов, собеседования с менеджерами, переписки клиента с покупателями также могут дать представление о возможности погашения задолженности. Степень, до которой аудитору следует предпочитать подтверждение или проверки операций для аудита, зависит от предполагаемых затрат и выборов. При проведении проверок по существу аудиторы более детально изучают значительные сальдо счетов дебиторов и счета, образовавшие задолженность в прошлые периоды. Для проверки и осуществления клиентам процедур контроля аудитор может выбрать счета покупателей, подтвердить дебетовые записи счетами и фактурами, подтвердить кредитовые записи по документам на денежные поступления и приказами о списании кредита. Свои выводы аудитор обосновывает данными проверяемых первичных документов и учетных регистров, результатами производимых контрольных арифметических расчетов, обнаруженные в ходе аудита, ошибки или нарушения аудитор регистрирует в рабочей документации. Тестирование средств контроля. В целях определения риска аудитор должен дать оценку функционирования системам внутреннего контроля по циклу реализации. Для этого аудитору целесообразно протестировать систему внутреннего контроля. Возможные искажения в бухгалтерском учете по циклу реализации и формировании финансовых результатов. Несоответствие предоставленных скидок с ценодействующим на предприятии предписанием. Отсутствие договоров на поставку продукции или их неправильное оформление. Отсутствие первичных расчетных платежных документов или их неполное оформление. Ненадлежащее ведение учета. Формальное проведение инвентаризации. Несоответствующее оформление и предъявление претензий по выполнению договоров. Спасибо за внимание. Лекция завершена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова